Современные войны проходят не только на поле боя, но и на так называемом информационном фронте. У нас на базе НАТО есть несколько специфическое хобби. Мы очень любим смотреть разоблачители укропропаганды. Особенно, когда за дело берутся вот такие талантливые ребята. В эфире программа «Служи Республике». В студии Первого Республиканского Владислава Ютушенко. Здравствуйте! То, что выпуск будет серьёзным, стало понятно сразу ещё с анонса. Как киевские пропагандисты ведут против ДНР войну на информационном фронте? Как военнослужащие армии ДНР оборудуют позиции на передовой? Хохлы врут – это раз, копаем окопы вместе – это два. Ну чё, признавайтесь, украины, небось замерли в предвкушении. Как хочется запретную правду посмотреть, а? Украинские телевизионщики не просто распространяют свою ложь, но и для профилактики. Облачают её в вид разоблачения якобы русских СМИ. Мы очень рекомендуем интереснейший сюжет про рытьё окопов, потому что вот это трэш. Информационная война всегда шла рядом с непосредственными боевыми действиями. Кто-то считает это само собой разумеющимся и очевидным, а кто-то так и не верит в существование или эффективность подобных действий. Одинаково смешной как по картинке, так и по содержанию. В Кейской армии для этих целей с самого начала конфликта работают созданные по западным лекалам специальные центры. Понятно, что Басурин и его младший брат по разуму работают на публику возрастом 60+. То есть тех, кто ещё с советских времён привык слышать не факты, а агитки. Гебель, с методичками которого и сегодня не брезгуют пользоваться украинские СМИ, умело мобилизовал на войну население Германии. Но вот эта новоросская самодеятельность слаба даже для уровня совка. Там хотя бы пытались не подставляться. Эти же зайцы предъявляют Украине то, за что их самих можно размазать за 30 секунд, но аргументированно. Первым же решением украинской власти после государственного переворота стало отключение иностранных телеканалов. Чудак пару минут распинается, мол, фашисты запретили российские каналы. Где это вообще видано? Лишили людей альтернативы? Запретами, физическим отключением телеканалов, запугиванием журналистов и прочими методами они смогли окончательно лишить украинского обывателя альтернативных источников телевизионной информации. Слушаешь, и челюсть отвисает. И это нам рассказывает Вася, чьи хозяева первым делом отрубили все украинские каналы, даже канал футбол на всякий случай. Вещание на территории Донецкой Народной Республики, в принципе, не производится у украинских каналов. И можно до посинения спорить, хорошо или плохо отключать вражескую пропаганду, но если ты предъявляешь кому-то, то вполне логично, что сам должен быть в этом направлении красавчиком. Иначе все это напоминает синяка, который, валяясь в лужи, кричит, Смотрите, там алкоголики. Поехали дальше в эту же степь. Донецкие бабушки, небось, в диван от ужаса врастали, слушая, как Укра-СМИ работают строго по Геббельсу, превращая невинных, добрых ополченцев в настоящих монстров. Сегодняшние украинские бойцы информационного фронта пользуются наработками предшественников, не стесняясь. Здесь и прямое заимствование рассказов о бордах, которые идут насиловать украинских женщин. Но вот опять-таки, а что это, если не самозакоп? У Укра-СМИ нет ни одной страшилки уровня распятого мальчика или бабушки, изнасилованной на блокпосту. Женщину, 47 лет, эпилептический припадок случился во время изнасилования на этом блокпосту. А напомнить вам, убогим, как Би-Би-Си, весь ваш тупой хоровод нагнуло, доказав, как ради демонизации Украины вы придумали смерть ребенка. Люди, с которыми мы говорили, верят, что ребенок погиб. И именно такая информация разжигает ненависть, которая питает эту войну. Ее нет? Не погибла? А как же так? Передали? Вынуждены, говорю, передать, потому что за ее... НТВшник признается, что так надо было сказать. Из той же песни вот такие ходилки про массовое изнасилование. Пытках, убийствах, изнасилованиях и садизме, которые творятся со стороны ВСУ. Массовое захоронение мирных людей, включая женщин со следами изнасилования. Ополщенцы не сомневаются. Их насиловали и убивали здесь же. Девочки в писью маленькую выкачали баллон монтажной пены. И вот люди, которые годами лепили всю эту пургу, цинично играли на смертях детей. А вы случайно не работали над этой темой девочки, которая погибла? Кого нет? Девочки. Ее нет? Теперь показательно закатывают глаза и вещают, мол, гляньте, укры погибель сушпарят. Наговаривают на донецких ребят. Ведут дискредитацию вооруженных сил ДНР и военнослужащих, используя интернет-ресурсы. И это при том, что уже ни для кого не новость, что серийные убийцы и маньяки со всего СНГ чудесно оседают в молодых республиках. Причем есть как распапсованные персонажи вроде живодера Мельчакова. А есть и те, кто в телевизор не попадает, зато давно феерит в криминальных сводках за тяжкие преступления. Да и давайте говорить прямо. Зачем Украине что-то придумывать, если ваши суперзвезды сами во всем признаются? Напомнить про убийство за Ланос. Были такие прецеденты, когда вот в частности из-за какого-то несчастного Ланоса всех пассажиров и водителей, которые были в машине, троих человек, вывели ополченцы же, которые вроде бы как мне подчинялись, поставили на колени и в какой-то листолосе расстреляли. Или Гиркина о числе наркоманов среди защитников Дырлендии? Местных добровольцев пришла откровенная локация. Бомжи, бог и бомжи. Пьянство, поварение, наркомания и дичайшие. Смысл украинцам что-то придумывать и тем более врать, если таких признаний самих идейных новоросов можно лепить пачками. Хотя уверены, что скоро в какой-то из подобных помоек Министерство информации Дыры и Безлера, и Гиркина, и Сашу Скифа нарекут штатными сотрудниками украинских спецслужб. Зачастую они же являются свидетелями всех возможных издевательств ополчения над мирным населением и одновременно активнейшими участниками русской весны. Правда, пока УКР тренируется на подставных бабушках, которые, конечно же, ничего не понимают ни в орудиях, ни в осколках. Да, это же вообще смешно. Практически каждый житель Донбасса видел, как в интернет-перекличках неожиданно появляются пенсионерки-эксперты в области артиллерии, которые начинают рассказывать, как слышат выстрелы, определяют калибры. Ну а сейчас мы вам кое-что покажем. Там слышу, что-то всыпется. Я думаю, ограды по поселку кто стреляет. Савдеевки стреляют. Потому что мы слышим, откуда звуки. На любом недоросском сайте о войне вы найдете тысячи бабушек, которые чудесно так вещают, что, откуда и как прилетел. Работал миномет, и люди не спрятались. А откуда били? Били со стороны Авдеевки. Их познания в военном деле как-то вот вообще никого не смущают. Но стоит бабуле рассказать или написать что-то об обстрелах боевиков, как она моментально превращается в подставного агента украинских спецслужб. Такими нетривиальными навыками могут также обладать учительницы или школьники. С другой стороны, с учетом феерической тупости недоросских пропагандистов, некие виртуальные бабушки – это просто лишняя трата сил и времени. Чтобы вы поняли почему, мы сейчас покажем сюжете. Военные корреспонденты пресс-службы вооруженных сил Донецкой Народной Республики побывали на позициях в районе Авдеевской промзоны и зафиксировали нарушение режима прекращения огня с украинской стороны. По тексту одна и та же шарманка. Украинские фашисты коварно нарушают хлебное, школьное и все остальные перемирия. Украинские силовики с применением стрелкового оружия крупного калибра вели огонь пожилому сектору. Но давайте посмотрим на видео сбоку кадра. Обратили внимание, откуда летят трассера и снаряды? Нам одним кажется, что прямо из-за спины оператора и позиции рядом с ним. А теперь давайте посмотрим, кто автор видео. Согласитесь, вряд ли их корреспондент в украинских окопах сидит. То есть стрельба ведется с позиции боевиков, но людям вешают на уши прямо противоположные. Украинские силовики с применением стрелкового оружия крупного калибра вели огонь пожилому сектору. А ведь были еще и совсем легендарные зашкоры пропагандистов, где после попадания мины в троллейбус на Бассе они вдруг осознали, что с украинских позиций ни одна мина долететь не может. И мы возвращаемся к трагическим событиям в Донецке, где снаряды попали в троллейбусную остановку. По словам очевидцев, обстрел велся из минометов. Тогда прокуратура Дырляндии резко превратила мину в пион. Остановка на Бассе в 2015 году была обстрелена с северо-запада из пиона. А на памятнике все равно написали «мина». А теперь вопрос знатокам. Вы реально думаете, что с такими залетами противникам нужны какие-то фейковые бабушки типа очевидцы? Смысл перенапрягаться с теми, чей уровень развития максимум что позволяет, это озвучивать темник, когда новости на разных каналах выходят одними словами. Гости фестиваля живут в палатках, готовят пищу на кострах и обмениваются опытом на мастер-классах. Гости Зуевграда жили в палатках, готовили пищу на кострах и обменивались различными умениями на мастер-классах. Участники фестиваля жили в палатках, готовили пищу на кострах и обменивались различными умениями на мастер-классах. Искать диверсанток с гугл-картинок и писать украинские города с маленькой буквы Порвали просто Киев и Днепр Там от обиды рёв неделю стоит такой, что на нашей базе НАТО в Эстонии слышно И ребятки, дадим вам добрый совет, ну чисто по-человечески Когда у вас нет фактов, а их у вас таки нет, то не стоит забивать пустоту броватой Возможно тогда служение типа народной типа республики будет собирать больше, чем 300 просмотров